Тинни, каменный браконьер Тинни, каменный браконьер Тинни, каменный браконьер Самый главный вопрос у нас стоит Как же законтрить у нас Тинника Тинник опасен тем, что у него есть две жесткие кнопки Которые в совокупности могут нанести до 1250 урона И снести любого в принципе на 8 левеле уже То есть если 800 хп оппонента есть, 800-900 Плюс там аганим в этом углубляться не будем Вы спокойно сможете с прокаста унести любого персонажа на ранней стадии в таверну Как же это законтрить? Первое, что следует сделать от Тинника Это конечно же приобрести вот эту Клоаку Потому что она даст магическое сопротивление его прокасту Что не позволит Тиннику быстро вас забирать Это первая контра Ну и вторая контра Это конечно же контрпик против нашего персонажа Сейчас мы будем разбирать эти контрпики И конечно же, что стоит еще обратить внимание На что стоит обратить внимание? У Тинника нету армора Соответственно, те персонажи, которые будут дамажить с руки Будут отлично его контрить Это первый момент Второй момент Тинник у нас очень уязвим к скоростям атаки То есть Шива может тоже не дать ему быстро бить в начальной стадии У Тинника, как вы знаете, ультимейт прокачивается И потом Тинни начинает вот так вот бить, как каракатица То есть он долго замахивается Соответственно, тут у нас еще должна быть инча Она у нас тут есть Об этом тоже поговорим Ну и что ж, поехали Первый, кто у нас тут стоит в списочке Это конечно же Бонник Бонник так как может жестко пробивать С помощью физикал дамаги А именно вторым спеллом у нас Тинника В ранней стадии он не даст ему стоя на миду 1 на 1 ничего Тинник не сможет, к сожалению, как-то противостоять Если Бонник будет стоять АФК, то конечно же Боннику будет потом плов Потому что у Бонника ХП нету Но если Бонник агрессивный, Бонник не даст Тиннику ничего делать Тинник не сможет подфармливать И будет очень сильно хапать, если Бонник будет дамажить стрелами Ну и с получением 6 уровня Бонник будет немного поплотнее И Тиннику, конечно же, из прокаста тоже не уничтожить этого ужасного скелетика Следующий скелет, который у нас тут есть, это Найкс Найкс это прямая контра нашего Тинника Потому что у Тинника все вы знаете, что есть отличный спелл для защиты А именно дает который 5 армора и 25% шанса застанить на 1.75 В случае, если кто-то на него смотрит И соответственно, есть персонажи, которые будут у нас в БКБ А именно это Найкс Найкс не будет улетать в этот стан и сможет спокойно Тинника выгрызать У Тинника нету армора И Найкс может спокойно под замедлениями и под рейджами Нанести большое количество урон Не считая того, что Найкс у нас еще и жестко контрит силачей Соответственно, Найкс это прямая контра Следующий персонаж, который у нас тут есть, это Феникс Феникс, стоя на миду против Тинника, сможет его выиграть Я максимально уверенно это заявляю Потому что пьер дамаг против Тинника очень жестко заходит Не считая спиритов, которые не будут ему давать атаковать Феникс спокойно сможет поставить яйцо И у Тинника не будет шансов его уничтожить Потому что он просто не сможет его ударить Но в ранней стадии, конечно же, до 6 уровня Я думаю, он сможет, наверное, разбить яйцо Не знаю, но скорость атаки у Тинника очень плохая Поэтому Феникс тоже будет являться такой сомнительной контроль Но все-таки контроль Следующий персонаж, который у нас тут есть Это, конечно же, Зомбезия У Зомбика есть Томба Благодаря которой выходят маленькие зомбики И начинают досаждать всем Кто находится в радиусе определенного АОЕ В зависимости от турнира прокачки данной Томбы И, соответственно, Тинник не сможет душить этих зомбарей То есть он будет замедлен и для того, чтобы уничтожить этих зомбиков Ему будет очень тяжело Также еще Свормы Вивера сюда отлично еще зайдут Потому что Тинник не может их сбивать почти И Вивер тоже может первым Сволом подконтривать Но сюда я не стал его запихивать в список Хотя зря на самом деле Потому что Тинник будет также страдать У него нету армора А Свормы они смогут наносить большое количество урона При этом их будет очень тяжело сбить Тиннику Так что этого героя здесь нету Но Вивер тоже может хорошо подойти В общем, для зомбика это, в принципе, вот такая вот контра по Тиннику И так в целом Ну, зомби тоже хорошо стоит против Тинника Но с руки, конечно, в лейтгейме зомби будет отлетать Следующий персонаж, который у нас тут есть Это Слардас Чем Слардар хорош против Стонагианта? Вы кидаете амплификацию И Тинник очень-очень становится уязвим Опять-таки, у Тинника нету армора Соответственно, это будет контра А когда появится БКБ у Слардара То Тинни и вовсе станет кормом для Слардара Потому что сможет его убивать просто за крэши Я считаю, что это достойный соперник для Стонагианта Следующий персонаж, который у нас тут есть Это Риздрак Риздрак тоже приятная контра Потому что он будет такой неуловимый Если у Риздрака будет Клоака И не будет он умирать с прокаста То спокойно сможет наносить Тиннику с чистого урона Ну и плюс еще Риздрак у нас контрит хорошо силачей Сможет срезать как можно больше силы, атрибут Ну и, конечно же, досаждать Следующий персонаж, который я считаю, что один из лучших контрпиков Тинников Это, конечно же, Хускар У Хускара есть магическое сопротивление Что вначале не позволит Тиннику убивать его с прокаста Ну и плюс еще Очень быстро бьет, хорошо хилится И сможет на линии гонять Тинника Это вот так вот, ребятки Так что один из таких вот приятнейших контрпиков Это, конечно же, Хускар В лайне 1x1 против Тинника Хускар, конечно же, доминирует И у Тинника есть один момент Чтобы убить Хускара А именно попробовать его закинуть под табор Ну или, если Хускар ошибется Тогда воспользоваться этой ошибочкой И, конечно же, перевернуть всю ситуацию Ну а в лейтгейме, конечно же, Хускару будет немного тяжело Потому что, как правило, Тинника очень хорошо оденут в дамагу Как в дамагу? В скорость атаки, вернее, в дамаг Тинника Очень редко собирают, в основном, на мобильность И тогда Хускару будет больно Ведь Хускар у нас боится физических атак Так что вот такая тема Следующий персонаж, который у нас тут есть Это Энигма Энигма, почему она здесь стоит? Энигма, я считаю, что это вообще Одна из самых лучших контрпиков силачей И Тинни сюда отлично подходит Тинни под Малэфайсом и под Розой Ничего с ней сможет сделать Просто Несмотря на то, что Энигма может вначале фидить Но если вы Энигме соберете хотя бы там Глиммер Который хорошо контрит Тинника То вы спокойно сможете выживать с прокаста А если вы будете накидывать Малэфайс после прокаста И Розу, Миднайт Пульс То, соответственно, Тинни ничего делать не будет Он попытается от вас убежать Но убежать от вас он уже не сможет И тогда оппоненты смогут понять Что, короче, Тинник все, уже снулся Уже ничего не получится у него Ну и все, вот такая тема Следующий персонаж, который у нас тут есть Это Батрайдер Что делает тут Батрайдер? Батрайдер тут у нас стоит на летучей мыши Висит Смотрите, у него есть стики Напалм Стики Напалм увеличивают Время поворота Насколько я помню, на 70% И это очень жестко Тинник у нас сам по себе Очень такой громоздкий И неповоротливый А под стиками Напалм Так вообще он будет просто такой большой каракатицей Которая не сможет Ничего не откинуть И ничего не сможет сделать То есть в лайне One by one Батр занимает лидерство Между борьбой Тинником и самим собой Так сказать Тинник, конечно же, проиграет В лайне One by one Ну и Батр сможет подконтрить Ну а так, в принципе, Батр может быть кормом В ранней стадии Если Батр ошибется То он может стать спокойно кормом И стать таким фидером 0.28, например, и Тинни скажут Что он очень жесткий И, конечно же, скажут Тинни молодец Так что вот такая вот Небольшая контра За стиков Напалм Тинник не сможет Ничего особо делать Не считая уже того Что там накинуть лассо Или полить его С помощью фаерфлая Так что вот такая вот тема В целом Я считаю достойная контра Следующий персонаж Который у нас тут есть Это один из неприятнейших персонажей На уровне с Хускаром Это, конечно же, Вайпер Вайпер в центральной линии Ничего вообще не даст Тиннику Не считая того Что Вайпер больно бьет Сильно замедляет У него еще есть Магическое сопротивление Против прокаста Тинни Да Оно здесь есть Соответственно Это очень жесткая контра Если Хускар имеет Просто магическое сопротивление И магический урон То Вайпер у нас имеет Магический урон Имеет физический урон Так еще и сопротивление Это одна из самых лучших Контр Пиков Тинника Я считаю Что Вайпер Это реально Очень жесткая контра То есть стоя One by one На лайне Ничего не сделает Да и в Лейте Тоже будет в принципе тяжело Убивать Тинника Потому что Вернее Тинником Убивать Вайпера Потому что Он будет как минимум Жить с прокаста Ну а потом будет пытаться Огрызаться Закинет Вайпер страйк Очень сильно замедлит Скорость атаки При этом тоже Немаловажный фактор Тинни не сможет Атаковать И Вайпер Скорее всего Возьмет вверх Над вот этим Каменным Чувачком Следующий Контр пик Который у нас тут есть Это Инчантерс Почему здесь у нас Стоит Инчантерс Инчантерс Имеет Отличную свою Способность Пассивочку Называется она Untouchable Которая не позволит Тиннику его ударить В случае Если Тинник Не сможет Слить ее с прокаста Что маловероятно Потому что Тинни Как правило В пабе Всегда убивает Инчантерс То У нас такая Тут приколюха Что он просто Не сможет ее добить Если он ее не сольет То есть Это вообще жесть То есть Вот он Тычку вроде дал Да Но вот он стоит Он не может Атаковать Вот смотрите Вот так вот Вот такая вот У нас Скорость Атаки У Тинника Будет Так что Ребятки Вот так вот Контрит У нас Инчантерс То есть Это такая Мини фишечка Но В принципе Я думаю Многие Наверное Оспорят Мой выбор Но В целом Я считаю Что этот персонаж Очень даже Хорош Против Тинника Будет Мало того Что он будет Бить Пьер Дамагой Так еще И Тинни Не сможет Его с руки Ударить Но я в принципе Думаю Инчантерс Там 1200 ХП Спокойно Справится С Тинником Ну Многие В принципе Я думаю Оспорят Напишите Своё мнение Если честно Мне реально Интересно Я бы Почитал Следующий Персонаж Который у нас Тут есть Это Ригворл Ригворл У нас Сможет Пережить Прокаст Не считая Что у него Есть защита От прокаста А именно Если будет Он повернут Спиной То спокойно Сможет Немного Закайтить Урон От этого Прокаста Ну и конечно же Почувствовать себя Чуть-чуть Полегче Плюс у него Еще есть Спрей Который Наносит Физический Урон А у Тинника Нету армора Соответственно Тинни будет Очень хорошо Хапать Плюс Есть еще Замедление Которое Позволит В случае Чего Тинника Нагнетать Вы сможете Замедлять Спрей И бить С руки Тинник Не любит У нас Физик Урон А Ригворл Это физик Урон Плюс Еще Какое-то Замедление И Очень хорошая Мобильность Поэтому Для Тинника Это будет Немного Проблематично Следующий Перценаж Который У нас Тут есть Это Некролайт Некролайт Что он тут Делает Некролайт Вообще Что ты тут Делаешь Я не понимаю Некролайт У нас Может Сжигать Очень Сильный Хитпоинт И если Тинник Не сливает Его С прокаста То он Может Подхиливать Себя Это же Банально Подхиливает Себя И Тиннику Становится Немного Тяжелее После прокаста Как правило Тинни Начинает Отбегать Либо Бежать Знаете Рассчитывая На то Чтобы Добить Сильной Тычки Но Некролайт Может Это Не позволит Сделать Просто Бегать И задушить Его Не считая Того Что тут Очень Сильный Ультимейт Который Позволит Законтрить Любого Силача Любого Даже Тинника Поэтому Вот такая У нас Есть небольшая Тут Контра А именно Некролайт Я считаю Что Некр Тоже Хорошая Контра Ну и Крайний Персонаж Которого Я хочу Здесь Привести Это Инвокер Инвокер В принципе Слабый Герой До Пятого Уровня До Четвертого Уровня До Прокачки Кваса Векса И Экзорда То есть Можно На четвертом Уровне Что-то Делать На Инвокере Хотя бы Как-то Комбинить Сделать Алакрити Колснап Уже Тогда Будет Тяжело Тиннику Но Как правило Тинни должен Брать Инициативу В начальной Стадии И Душить Инвокера Но В лейтгейме Конечно У Тинника Будут Очень Большие Проблемы Потому Что Инвокер Не даст Вообще Ничего Инвокер Будет Сжигать Ману Мана Тоже Очень Важна Для Тинника Потом Что он Будет Делать Он Будет Ставить Стенку Будет Ставить Колснап Тинни не Будет Передвигаться Он Будет Постоянно Находиться Под Бластами Под Торнадами И Это Очень Жестко На Шестом Седьмом Левеле Спокойно У нас На пятом Левеле Даже Тинник Будет Отъезжать От Инвокера Если Тинник Немного Неопытный Инвокер Чуть Чуть Поопытнее То Тинник Будет Фидить Просто По Колдауну У Тинника Нету Армора Он Будет Падать Как С руки Так Падать Из Прокаста На ранней Стадии У Тинника Много В принципе ХП Но Инвокеру Хватит Так Сил Чтобы Подслевать Эту Тему В принципе Вот Такой Вот У нас Еще Один Контер Пик Если Я Чего То Не Дописал Чего То Не Доставил Ребятки Вы Можете Написать В комментариях Конечно Свой Еще Выбор По Контер Пику Но Я Считаю Вот Эти Персонажи Более Чем Оптимальны И Конечно Может Я Кого И Упустил Но В целом Вы Можете Дополнить Это Видео Своим Комментарием Ну И Конечно Кого Бо Я Тут Максимально Выделил Я Хочу Выделить Двух Героев Трех Даже Героев Которые Максимально Контр Тини Найкс Пускар И Вайпер Все Вот Так Вот У нас Контроль Для Тини Давайте Теперь Посмотрим Кто Для Него Будет Кормом И Обсудим Это Теперь Вам Наверное Ребятки Интересно Кто Является Кормом Для Тини Вот Эта Веточка Вам Подскажет Если Эта Веточка Контр Пик То Эта Веточка У Нас Корм Все Персонажи Которые Имеют Маленький Перерост Силы И Маленькое Количество ХП На ранней Стадии Если Не Уплотняются Брасерами Клоаками Те Персонажи Будут Являться Кормом Для Нашего Тини Тини Как я Говорил Забрать Бойников Найкса Сможет Забрать В ранней Стадии Сможет Забрать Даже Даже По-моему Хускар Там Придется Две Тычки Забирать То есть На Контр Пик Так Сказать И Есть Еще Контр Пик То есть Тини То есть На Вот Этот Контр Пик Есть Контр Пик Тини И На Корм Приведены Вот Эти Персонажи То есть Я надеюсь Вы Понимаете О чем То есть Тини Бустовый Он Реально Очень Опасен И Может Очень Много Вносить А в Целом Как Законтрить Тини Это Конечно Ж Играть Вместе И Забирать Тини В случае Если Он На Кого То Нападает То есть Это Я Не Говорил Но Это Все Прекрасно Знают И Если Вы Играйте Вместе То Тини Не Сможет Ничего Сделать И Он Будет Пытаться Только Сплит Пуш Ловить На Сплит Куш И Душ Но Не Суть Мы Сейчас Поговорим О Корме Кормом Является Как Я Говорил Уже Тот Вид Героев У Которых Нет Силы А Именно Допустим Тот же Террор Блейд У него 27 Силы Тот же Сларк 37 37 Войд Пугна 27 То есть Это Слабенькие Персонажи У которых Нет Нету ХП Их Можно Спокойно Убивать С прокастом Поехали По списку А Ребят Еще Кстати Я не Упоминал Здесь Других Герд Персонажей Там Слоу ХП То есть Таких Как Фурион Там Может Пробхет То есть Потом Гранд Магус Я их Сюда Не Упоминал Потому Что Нет Смысла Вы Понимаете Прекрасно Кто Является Персонажем Без Хитпоинтов Тот Корм Для Тини Поэтому Не надо Как бы Тут Душить И писать В комментариях А ты Забыл Я такие Комментарии Сразу Буду Удалять Потому Что Я Это Все Проговариваю В видео Что Я не Проговариваю То Соответственно Оставляю Мы Об этом С вами Уже Договаривались Что Поехали У нас Тут Первый Кто Стоит Это Алхимик До Шестого Уровня Алхимик В принципе Спокойно Падает Да даже После Шестого Уровня Алхимик Является Кормом Для Тини Тини Просто Убивает Его Спрокаст Но Когда У него Уже Будет Армлет Тогда Будет Тини Потяжелее При этом Тини Еще и Пробивает С руки У Алхимика Нету Армора Соответственно Это Корм Следующий Персонаж Который У нас Тут Есть Это Фантом Лансер Фантом Лансер В принципе И с шестым И без Шестого Левела Является Кормом У него Очень Маленький Природ Силы И Соответственно Тини Если Выцепляет Он Подходит С Лотара Ага Фантом Фармит 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 Тут Много Иллюзий Потом Раз Основной Уходит Тини Его Цепляет Бэкстеп А в Ланч Тос И все Нету Фантом И фантом Умирает Вот такая Вот жесткая Тема При этом Еще В Лейте Сможет Тиник С Аганимом Вносить Огромное Количество По его Иллюзиям И конечно же Фантом Вообще Ничего Не сможет Сделать Потом У нас Тут Идет Антимаг Антимаг В принципе Вообще Это Корм Лютый Для Тиника На начальной Стадии Потому что Как правило Антимагу Никто Ни на раз Вообще Не возьмет Спелл Шилд И конечно Он будет Спокойно Убивать Не только С прокаста Но и С руки Антимаг У нас Еще Хлипенький Персонаж По армору И поэтому Тиник Будет Спокойно Его Пробивать Ну а потом Когда Антимаг Конечно Разожрется Сомнительно Сможет Ли конечно Тиник Ему Что-то Сделать Потому что Антимаг Будет Во-первых Мобильный Во-вторых Будет Больно Бить И Очень Жестко Душить Так что Вот такая У нас Еще Есть Кормушка Следующая Кормушка Которая Является С стопроцентной Кормушкой Для Тиника Это конечно же Тракса Рядом с ней Еще должен быть И снайпер Но потому что Оно в принципе Одно и то же Что снайпер Что тракса Это корм Поэтому я снайпера Сюда не пихал У траксы Мало хп При этом Она еще Будет Очень сильно Уязвима Когда к ней Просто кто-то Подходит У нее Отключается Армор То есть Отключается Ловкость И соответственно Она умирает Просто сразу К ней кто-то Просто подошел Она такая Уже сразу Все О я умираю И все ГГ Следующий у нас Тут корм Есть Это конечно же Бруда Мало того Что она будет Кормить паучками Как кормит Алхимика паучками Так еще и Тиник Будет с прокаста Просто их уничтожать Этим все понятно Следующий персонаж Это Пугна Пугна тут Все тоже понятно У него просто Мало хп С прокастой Вы его убиваете Это первыми Второй момент Конечно же С руки С одной-две тычки Он будет так же падать Войт падает Очень хорошо С прокаста Но Войт является И контроль Здесь мы можем это добавить При покупке БКП И каких-то артов На дамаг Спокойно Тиник Отлетает за купол Так что вот такая тема У него нету армора Соответственно Войт будет так же И как корма Так и контроль Следующий персонаж Что у нас Сларк Сларк является кормом Потому что Когда Сларк будет нападать На Тиник Он себе немного хп Еще снимет 150 хп То есть у него сейчас Тут примерно 700 хп А 700 хп для Тиника Это конечно же радость Потому что он убивает С прокаста Террорблейд Вообще вопросов тут нету 27 силы 600 хп на 10 На 10 левеле Но в лейтгейме Террорблейд Просто изничтожит Этого Тиника Потому что там Столько будет дамаги Столько силы Потому что Ну вот ГГ просто Выключайте телевизор И поехали Следующий персонаж Кормом является Который у нас тут Мартретка Мартретка тоже Не сильный персонаж У него будет Очень мало хп Но в лейтгейме Так же для Тиника Это будет проблемой Поэтому нельзя Давать Тинику Раскачиваться Мартретке и Террорблейду Очень опасная тема Урса у нас тут есть Урсу можно кайтить Урса будет Станется сам об себя Как и большинство Других персонажей Если будут огрызаться С Тиником Но Тиник Если не сольет Спрокаста Урсу Урса замедлит Нажмет ультимейт И накажет Поэтому не ошибайтесь Следующий персонаж Что у нас Рики Рики Купили даст И нету Рики Все Этим все сказано Спрокаста Уничтожает просто люто Ну и Калдор у нас тут Калдор тоже у нас ватник И поэтому он на уровне Так же как и с Траксой Вообще можно было сюда Его даже не включать В этот список Просто падает Спрокаста И все В общем надеюсь вы поняли Как кормиться Тиником Да То есть есть вот такой вот Ряд персонажей У кого мало ХП Тот соответственно является Кормом для Тиника Ну и в принципе все Можно перейти к друзьям Сейчас приведем Несколько комбинаций В принципе на этом Закончим обзор Нашего гиганта Итак друзья Осталось посмотреть Конечно же нам друзей Вот наши друзья Которые будут нам помогать По игре Лич у нас сможет Закинуть армор Для нашего Тиника Что не позволит Убивать его Быстрее Чем он хотел бы Умирать конечно же И он не хочет умирать Я знаю Тиник хороший мужчинка Следующий персонаж Который у нас тут есть Это у нас конечно же Кристалочка К помощи ее ауры На всю карту Тиник будет Спасаться от Нехватки маны Все равно маны Ему не будет хватать Но кристалочка Немного улучшит Его манориген Что позволит В начальной стадии Душить чуть-чуть получше Шаманчик у нас Даст хороший дизейбл И сможет Так сказать Отзонить кого-нибудь То есть если шаман Допустим у нас Там на лайне Кого-то разминает И потом кидает Вот так вот сеточку Это будет Легкой мишенью для Тиника Тиник даже вот так Подблинкуется Немножечко И конечно же Даст свой прокастик Поэтому шаманчик Тут ну дефолтный Какой-то Дефолтный стан хекс Конечно для Тини Это приятно Мало того что Можно с прокаста Подойти и хорошо Жахнуть Так еще и можно будет Конечно же Поддушить с руки Пока есть время дизейбл Следующий персонаж Который у нас тут есть Это ЕС ЕС Плюс тут у нас еще Тускар И есть Кентавр Это в принципе Три таких Четыре персонажа Даже и еще у нас Левитан Четыре персонажа С которыми вы сможете С которыми вы сможете Комбинить всю эту контору Под Тинником И конечно же Уничтожать В чем сложность Этой комбинации Спросите вы Тинник может Кидать кого угодно Допустим ЕС закинуть Замес Он их ослэмнет Не считая того что ЕС Очень хорошо может Поддизейблить Тотемом И фиссурой Его можете Закинуть замес Он бабахнет Также вы можете Закатиться С Тускаром В ранней стадии Это очень хорошая Комбинация Если у Тинника Еще нету даггера И все дела плохи Вы можете В паре с Тускаром Закатываться Куда вам угодно Конечно же Вот так вот Накатились Хорошо Влетаете И Тинник Дает хороший Жесткий прокаст Так что Тускар Тут тоже будет У нас хорошим другом И помогать Тинникам Следующий персонаж У нас это Кентавр Вы также можете Кидать Кентавра Куда угодно Тинник кидает Кентавра Кентавр станет Вносит дамаг Все Следующий персонаж Который у нас здесь Это Тайт Тайда Также Тинник Сможет куда-то закинуть И конечно же Тайт нажмет Ревейдж Это будет очень прекрасно То есть вот такие вот Комбинационные у нас тут персонажи И будет все отлично Следующий персонаж Который у нас тут есть Это Эзолор Эзолор будет также давать Ману Тиннику Но кстати Еще я не уточнил Но давайте вам уточню Эзолор тоже очень сильно Контрит Тинника Потому что Монолик Это страшная вещь Для Тинни У Тинника Очень маленький Монопул Всего 55 разума У него И соответственно Эти 55 разума Которые будут иметь 715 единиц Маны Будут отлично Помогать Котлу Сжигать Всю эту контору То есть Котл Спокойно Накидывай Монолик Будет оставлять Тинника без маны В ранней стадии Это очень лютая Контра Но и это Очень хороший помощник Потому что Также сможет Заливать ману Поэтому Вот такой вот У нас есть Геройчик Если вы хотите С другом поиграть Приятно на Тиннике Конечно же Возьмите Котлу Заливайте ему ману И давайте проказ ПКД Следующий персонаж Который у нас тут есть Это Огр Огр просто пробафает На скорость передвижения И на скорость атаки Тинни Тинни во-первых Бегает очень быстро Под ультимейтом А во-вторых Будет под ладластом Бегать еще быстрее При этом еще и Бить быстрее Я считаю Что это хороший помощник Плюс у Огра Есть стан И замедление Которое тоже важно Для Тинника Ну и что ж Вот такой вот у нас Крайненький персонажик Остается Это Венжифол Чем Венга хороша Для Тинника А вот чем Смотрите 36% аура И это уже 104 урона То есть На ласт Уровне Конечно же На ласт Уровне Ауры Венжифол Вы сможете получить Просто халявный 100 урона Потому что Тинника основной Атрибут Это сила И конечно же У него ультимейт Дает дамаг Вот так вот Смотрите А зачем я сказал Про основной атрибут Я не знаю Если честно Ну да ладно Тут же не от основного Атрибута Ну то есть Как бы от основного То есть Если ловкач Если это Сларк И он набирает ловкость Конечно же Ловкость сюда плюсуется То есть Вот это атака И конечно же Эта атака Увеличивается по процентам По механике игры То есть 36% бонуса Это 104 урона Для Тинника Так что Вот такой вот у нас Еще один помощник Не считая того Что у нее есть Прекрасный свап Есть станчик И минус арморчик У нее еще есть И дамаг Для нашего персонажа Так что Вот такой вот у нас Друг есть Это Венга Снарядите Венгу Арканы И это будет Самый близкий Товарищ Вам в драке Вот такой вот Друзья У нас сегодня Получился выпуск Обязательно Напишите свое мнение В комментариях Напишите Кто досмотрел Это тоже очень важно Спасибо всем Кто смотрит Кто поддержит Эту небольшую рубрику Так сказать Рубрика тех Кто просто сидит На диване Кушает попкорн И что-то комментирует Да прекрасно В общем рад был для вас Ребятки стараться Пишите кого бы вы еще Хотели увидеть В этой рубрике Ну и в принципе все Пожелаю всем Хорошего дня Вечера Кто когда смотрит Конечно же Мирного неба над головой Цените труд Уважайте близких Конечно же Любите близких Ну и все С вами был Ксеназас Ребятки До скорого Самый главный вопрос У нас стоит Главный вопрос У нас стоит У нас стоит